Микс Ньюс Сегодня мы будем говорить о науке, о развитии науки. И вот от количества учёных на квадратный метр нашей студии сегодня зашкаливает. В студии работает Константин Ранкс. Вадим Родионов. И звукорежиссёр Евгений Копеин. А перед тем, как мы начнём, я представлю гостей, которые собрались сегодня в нашей студии. Это, во-первых, Шариф Гусейнов, профессор, доктор физико-математических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Квантовый химик Дмитрий Бочаров. Добрый день. Тоже доктор наук. Специалист по вычислительным системам. Программист Анатолий Ресин. Здравствуйте. Добрый. И менеджер, как он просил себя представить. Руководитель проекта в 2006. Это проект самых безопасных на данный момент атомных станций в мире. В прошлом руководитель программы дирекции капитального строительства Госкорпорации «Росатом». Ну и физик-ядерщик Сергей Бояркин. Здравствуйте. Все верно? Добрый день. Да. Перед тем, как мы начнём дискуссию, я предлагаю послушать интервью, которое мы записали с академиком Соломоном Герштейном, близким другом Льва Ландау и Нильса Бора. Вот его взгляд на науку, на развитие науки. Давайте послушаем. Это интервью провела Диана Юдальсон. После этого вернёмся в студию и начнём разговор. В 20 веке мы наблюдали невероятный прогресс в мировой физике. Люди научились работать с атомом, радиацией, развилась квантовая физика и астрономия. Казалось бы, великие открытия уже должны подойти к концу, и у нас уже есть все почти необходимые знания. Или это вовсе не так? Как вы видите развитие мировой физики и какие революционные открытия нам предстоят в ближайшее время? Самые смелые предсказания, которые делались, скажем, в прошлом веке, они кажутся очень мелкими по сравнению с тем, что достигнуто. Людям в начале 20 века, если бы они знали об успехах электроники и всего прочего, это могло показаться совершенно невероятным. Ну, однако, всё-таки некоторые вещи можно сказать. Вот в своё время, в начале 19 века, в 1904 году, в начале 20 века, Панкаре делал доклад и указал на две вещи. Вот на спектральные закономерности и тепловое излучение. Сказал, что не все это понимают, но в этих вопросах, по-видимому, заключается самая большая загадка о науке. И так и вышло. Это была квантовая механика. Сейчас может быть в плане тёмной материи. Известное нам вещество состоит из так называемой бурённой материи, из атомных ядер и электронов. И оно составляет 4-5% от общего количества вещества во Вселенной. Вот решение проблемы, что такое тёмная материя и тёмная энергия, это, безусловно, одна из важнейших проблем 20 века. И здесь должна работать и космология, прежде всего, и ускорители, и неускорительные эксперименты, поиски в окружающей среде. Так что это важнейшая задача. Вторая проблема, которая есть, это то, что называется барионная симметрия Вселенной. Мы во Вселенной не видим каких-то сгустков больших вещества, галактик, скоплений галактик из антивещества. В чём дело? Почему это вызывает вопрос? Да потому что сильное взаимодействие электровагнитное и барионов, и антивещества одинаковое. Почему же наша Вселенная состоит из барионов, а нет антивещества? Вот эта барионная симметрия Вселенной тоже представляет загадку, которую будет решаться. Может быть, она связана с первой загадкой, с тёмной материи. Но одним из методов решения, может быть, подсказка может быть получена, в опытах нейтрина. Вот эти нейтринные эксперименты сейчас полным ходом развиваются, строятся ускорители, астрофизика нейтринная развивается. И я думаю, что вот это тоже будет очень существенно. Ну, я не говорю о технических достижениях. Я не сомневаюсь, что в 21 веке построят лабораторию космологическую, астрофизическую на Луне. Наверное, тоже нет сомнений, что могут достигнуть ближайших планет, осуществить полёты на Марс. А вот техническая задача – это создание нового поколения атомной энергетики. Атомная энергетика ещё несовершенна. Есть проблемы с захоронением отработанного топлива, переработкой, безопасностью, самим топливом. Потому что уран-235 быстро кончится. И вот эта задача создания новой атомной энергетики, удовлетворяющей вот этим требованиям, замкнутого цикла, реакторов с замкнутым циклом, нарабатывающего энергию, размножающего топлива и выжигающие отходы – это проблема 21 века. Она тоже должна быть решена. Я не верю особенно в использование термоядерного синтеза. Работы в этой области ведутся более 60 лет. Вначале всё казалось очень близким. Ну вот 60-66 лет прошло, а результата нет. И более того, даже демонстрационный реактор, который хотят построить, термоядерный, он будет вырабатывать столько энергии, сколько в него вложат. А другие проекты связаны с тем, что он будет облучать нейтронными материалы, скажем, уран-238 или торий, и получать делящиеся материалы. Поэтому мне кажется, что атомная энергетика должна развиваться на основе новых принципов реакторных, замкнутым циклом. 20-й век решил фундаментальную проблему, в общем-то, решил механизм наследственности, и получил выдающиеся результаты по генетике. Я думаю, что 21-й век должен стать торжеством применения этих методов в медицине и избавления человечества от многих вот таких страшных вещей. В чём же заключался феномен самого Ландау? Как вы оцениваете его вклад в мировую науку? Ландау, я думаю, входит в первую пятёрку, в первую десятку великих учёных 20-го века и учёных, труды которых останутся навсегда, что называется. Во-первых, он был универсал. Он свободно владел самыми различными отраслями физики, механики и мог их комбинировать. Вот таких специалистов по существу в мире не было. Поэтому его к сложнейшим вещами привлекали. Когда нужно было создавать атомную доводку, Курчатов настоял, чтобы привлекли Ландау, потому что здесь была и ядерная физика, и газодинамика, и теория горения, и теория частиц, и ударные волны. Но в действительности у Ландау ещё совсем молодого была работа, которая легла в основу квантовой статистики. Он придумал то, что называется матрицей плотности. Его крупнейшие достижения связаны с применением квантовой механики к свойствам вещества. Многие вещи, которые он развивал, потом получили колоссальное развитие. Вот он посчитал уровень осциллятора в магнитном поле, и отсюда вывел некоторые законы магнетизма при низких температурах. А продолжением это является то, что вот нашли дробные эффекты. Это, по-моему, две Нобелевских премии. Ландау обладал исключительно интуицией. Вот в нашей области физики частиц, например, он интуитивно предсказал, что должна быть так называемая асимптотическая свобода, что с уменьшением расстояния между частицами взаимодействие ослабевает. Однако для электродинамики это несправедливо. И поэтому он, как говорится, свою статью изменил. Но когда обнаружили кварки, обнаружили взаимодействие кварков, оказалось, что именно имеет место именно асимптотическая свобода. И на основе этого эти работы, и Нобелевские премии получили, и все прочее, на основе этого происходит, так сказать, создание теорий различных. Так что Ландау действительно исключительное явление в 20 веке. Я думаю, что курс работы Ландау, который составили, вошли в уникальный, не имеющий аналогов, я бы сказал, в мире. Курс теоретической физики, они, конечно, подправляются со временем, дополняются, но они еще долго будут основой не только обучения студентов, но и основой работы профессоров в настольной книге для многих. Он мог проявиться еще более сильно. Ну, это догадки, конечно, но в действительности, если бы после 30-х годов, когда он в последний раз ездил и общался с другими великими физиками, он имел бы возможность непосредственно общаться с людьми типа Бора, Ферми, Дирака и другими, его вклад в конкретную область мог быть еще больше. Это было интервью с академиком Российской Академии Наук, советским и российским физиком, близким другом Льва Ландау и Нильса Бора, Семеном Герштейном. Вот давайте, наверное, начнем. Мы во время интервью уже Сергей Бояркин хотел высказаться по этой теме по поводу будущего атомной энергетики. То, что Сергей Герштейн считает перспективой, это уже работает, как я понимаю. Ну, на самом деле, реакторы четвертого поколения, реакторы на быстрых нейтронах в России были созданы достаточно давно. Другой вопрос, что такой реактор является элементом замкнутого топливного цикла, потому что главная проблема не в том, чтобы безопасно производить атомную энергию, а чтобы при этом не производить отходы. Ну, то есть, любая технология имеет побочные продукты. То есть, автомобили ездят, из выхлопной трубы идет, в общем, не самый чистый воздух. Так и атомная энергетика, ну, то есть, каждый блок-миллионник производит примерно один контейнер отходов в год. То есть, это ядерно-радиационная... Да, ну, примерно, ну, скажем, угольная станция такой же мощности производит несколько десятков тысяч кубометров отходов в год, которые, в общем, по своей опасности не сильно лучше, чем вот тот один контейнер, который можно взять, поместить куда-то в пещеру, в скале, и как бы, и все будет хорошо. Но, тем не менее, даже этот один контейнер, то есть, по производству отходов атомная энергетика на сегодня одна из самых чистых технологий, которые есть у человечества. И, ну, тем не менее, всегда же мы стремимся к совершенству, и замкнутый топливный цикл, это когда есть реактор, который производит электроэнергию, из него выходит какое-то количество отходов. Здесь же, на пререакторном заводе, прям непосредственно площадке атомной электростанции, эти отходы перерабатываются в новое топливо и обратно загружаются в реактор. То есть, это получается вечный двигатель? Да, ну, это не совсем вечный двигатель, но, то есть, там происходит выжигание тех элементов, которые, там, сегодня в традиционном топливном цикле являются отходами, а в новом топливном цикле они являются сырьем. А поскольку их, там, 99%, то, соответственно, там, тоже количество топлива, на котором обычный реактор может работать 5 лет, здесь может работать 500. И обычный реактор, там, через каждые 5 лет ты выгружаешь топливо, и там образуется какое-то количество отходов, а здесь за 500 лет у тебя не образуется ничего. И, в принципе... Или минимально. Ну, там это... Вопрос идет о дециметрах, кубических дециметрах, то есть, отходов. Не о кубических метрах, как сейчас, а о кубических дециметрах. И при этом, ну, то есть, уровень опасности, это отходов принципиально ниже, поскольку у них, там, период полураспада значительно ниже, чем у того, что есть сейчас. Вот. И, собственно, новый реактор БН-800, который является ключевым элементом заплатного топливного цикла, он был в прошлом году запущен в эксплуатацию в России, и есть так называемый проект «Прорыв». Его возглавляет Евгений Олегович Адамов. Вот. Мне посчастливилось быть его соратником и даже другом. Вот. Он этот проект возглавляет, и, надеюсь, дай бог ему здоровья, доведет этот проект до конца. Да, и, в принципе, замыкание цикла мы, ну, то есть, Росатом планирует реальное не в лабораторных масштабах, а в промышленных масштабах, коммерческих масштабах, которые позволяют производить электроэнергию дешевле, чем производится сейчас, и при этом иметь полностью замкнутый топливный цикл. То есть, вот на экономические показатели эффективности планируется выйти к 2020 году. Что касается термояда, ну, как сказать, там, много лет назад академик Велихов, у него спросили, когда будет термояд. Он говорит, через 30 лет. 20 лет назад у него спросили, когда будет термояд. Он говорит, через 30 лет. Три года назад мы с ним разговаривали, когда будет термояд. Через 30 лет. Ну, стабильность признак мастерства. Но, с другой стороны, я осмелюсь узнать, что если бы здесь у нас присутствовал любой специалист, занимающий термояд, он топлив? Он сказал, что он уже есть. Нет, вопрос-то ведь не в том, что есть или нет. Нет, безусловно, существующие экспериментальные термоядные установки, они все, ну, то есть, многие из них имеют положительный коэффициент. То есть, они производят энергии больше, чем потребляют. То есть, теоретически, они могли бы работать как электростанции. Просто стоимость киловатт-часа будет фантастическая. Там, в миллионы раз больше, чем на традиционных электростанциях. И проблема-то не в том, чтобы получать энергию за счет термояда, а в том, чтобы она была дешевая. А давайте мы поясним для наших радиослушателей, о чем идет речь, что это за технология, и почему, как говорил уважаемый академик, через 30 лет это станет. Ну, просто ситуация очень простая. Термояд, казалось бы… Ну, полное название – термоядерный синтез. Да, термоядерный синтез. То есть, это не реакция деления, которая в традиционных реакторах, где ядра урана или плутония делятся. Здесь происходит синтез диетерии третьего. Ну, примерно то же самое, что происходит в водородной бомбе, или там в недрах звезд. Но проблема в том, что там настолько высокие температуры, что удержание всего этого дела стоит безумно дорого, и это на самом деле проблема материаловедческая. То есть, как говорят… Ну, фактически там получается такая ситуация, что газ находится в состоянии плазмы, то есть, она универована плазмой. Ну, да. Это проблема именно с плазмой связью. Да, и, соответственно, для того, чтобы это всё удержать, требуются достаточно сильные магниты. Это одна из сторон. Это просто, ну, такой технический… Вот так то же самое, что это уран. В самом деле, немного там другое… Давайте мы попытаемся объяснить. Вот я среди вас единственный гуманитарий, потому что Константин Ранс, он тоже учёный. Вот чтобы было понятно мне и таким, как я. Вот, может быть, я попытаюсь немножко упростить ту ситуацию. То есть, выступить своего рода адвокатом зрителя, да? Ну, попытаюсь, да. Давайте вот звукорежиссёр подсказывает. У нас очень короткие новости, потом вернёмся и углубимся в эту тему. Мы знаем. Вы слушаете. Здравствуйте. Меня зовут Илья Герчиков. Я председатель управления акционерного общества «Дзинтерс». Я слушаю радио «Болтком». Радио «Болткома» 93.9 Сила и красота на осеннем празднике Калгури 3 сентября будут Интерс Бусулис, Гачо и очаровательная Елена Ваенга. Будут также мощнейшие силачи Севера, местные творческие коллективы. Ну, а в конце – салют. До встречи на осеннем празднике Калгури 3 сентября. Приглашает город Юрмала. А ты готов к школе? Лучшие предложения для школьников и студентов в магазинах «Элкор». Покупай эргономичные и стильные сумки, начиная от 39 евро. Качественную спортивную одежду и обувь, начиная от 29 евро. Одежда для 1 сентября, а также на каждый день, начиная от 29 евро. Готовься к школе вместе с магазинами «Элкор» и универмагом «Элкор Плаза». На Бриве Возгатве 201. Весь этот бизнес. Здравствуйте, в студии Юлия Михайловская. Теневая экономика на рынке топлива Латвии по-прежнему остается проблемной, но делаются шажки в правильном направлении. Об этом сказал руководитель Латвийской ассоциации торговцев с горючим Мартинш Эстеранс. По его словам, о баках тяжелых транспортных средств через границу по-прежнему провозятся большие объемы топлива из России и Белоруссии. Но проследить за тем, не сливается ли топливо в Латвии для нелегальной продажи, крайне сложно. Страны Балтии – единственные в Европе, где существует подобная дыра. Например, в Финляндии, Болгарии и Румынии установлен лимит ввозимого топлива. Оборот латвийского сельского туризма в этом году может вырасти на 10-15%, так как уходящее лето для этой отрасли было очень хорошим, сообщил руководитель Латвийской ассоциации сельского туризма Лауко Целютайс Аснате Зьемеле. Лето было хорошим. Есть места, где летом было до 17 свадеб, что означает, что они были заняты не только в выходные, но и в рабочие дни, сказала Зьемеле, добавив, что владельцы сельских гостевых домов рады результатам этого года. В местах размещения туристов на селе увеличилось число и местных жителей и иностранных гостей. Очень много зарубежных латышей, которые возвращаются, чтобы путешествовать по Латвии, сказала она. Зьемеле также отметила, что в этом году в местах размещения туристов на селе значительно сократилось число россиян, однако это компенсируется приростом интереса со стороны эмигрировавших латвийцев. На этом выпуск завершен. Финансовая компания «Манэкспресс Кредит» предлагает услуги автолизинга и ипотечного кредитования. Здесь помогут получить кредит на покупку нового автомобиля или недвижимости под уже имеющийся автотранспорт или недвижимое имущество. Быстрое оформление и выгодные условия «Манэкспресс Кредит». Стоит ли отказываться от покупки ювелирного украшения? Нет. Стоит взять беспроцентный кредит на покупку восхитительных ювелирных изделий в магазинах «Гемми» и «Манэкспресс Кредит». Рассрочка на 12 месяцев, ни цента переплаты и восхитительные украшения от «Гемми» дополнят ваш летний гардероб. Первый взнос всего 20%. Занимай ответственно, оценив свои возможности вернуть кредит. А вы уже были в новом салоне «Гемми» на Терботас 22-24. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Мы продолжаем этот круглый стол, говорим о будущем науки. И вот энергия, которая сформировалась у нас за время перерыва, я считаю, что сейчас нужно вот эту критическую массу выбросить в эфир, потому что действительно очень интересная дискуссия возникла в первую часть нашей программы, продолжилась за эфиром, и сейчас мы даже попросили немножко наших гостей сдержать эту эмоцию для того, чтобы наши слушатели тоже стали свидетелями. Я напомню, что у нас в гостях сегодня профессор, доктор физико-математических наук Шариф Гусейнов, химик, квантовый химик, доктор наук Дмитрий Бочаров, специалист в области математики, вычислительных систем и компьютерных наук Анатолий Ресин, и также физик-ядерщик, менеджер, в прошлом директор программы Дирекции капитального строительства Госкорпорации «Росатом» Сергей Бояркин, кстати, один из руководителей проекта 2006. Этот проект признан самым безопасным в мире на данный момент. АЭС-2006. АЭС-2006 – самым безопасным проектом атомных станций в мире на данный момент. Ну что, давайте, может быть, мы говорили о термоядерном синтезе, о том, что он, в принципе, возможен, но через какое-то время. Потому что проблема, как я понял, заключается не в том, чтобы его сделать, а в том, чтобы его сделать эффективным и недорогим. Правильно я понимаю? Да, то есть некоторое время назад было большим достижением, что мы производим энергию, а не тратим, чтобы поддерживать реакцию. Это было лет 10. Ну да, ну примерно так называемый положительный… Может быть, всё-таки рассказать слушателям о том, что по большому счёту, чем отличаются эти два вида получения энергии. Есть ещё третий вид, которым мы пользуемся – это химический вариант. Это когда происходит химический процесс, чисто химический, не квантовый, соединение углерода с кислородом, и выделяется энергия. Вот так работают тепловые станции. Ядерные станции, они используют энергию, которая образуется. В результате разрушения огромных, огромных, самых тяжёлых атомов. Эти атомы настолько тяжелы, что они вот распадаются и выделяется энергия. И, наконец, вот о том, о чём мы говорим, реакция термоядерного синтеза. Когда два наилегчайших атома Вселенной водорода сталкиваются вместе, образуется атом гелия, и вот в этот момент тоже выделяется энергия. Это другое состояние, плазменное состояние материи, вот такое. Это одна из этих проблем, которые удержание. Вот мы, как говорили, материйное видение. В самом деле, по-настоящему, вот, ну, ещё раз, ну, вот, перерывы, которые там говорили, вот, всё, вот, это такие высокие технологии, там, то, что… Так, ясно, это, ну, даже вот, кроме этого, вот, такой всякий там взрывы, космической там промышленности и так далее, всё это, прежде чем летать, всё это сперва на бумажке там делалось, там, да, ну, на бумажке. Моделировалось, исследовалось вот этот самый дешёвый способ. То есть, пожалуй, математика? Математика, вот, не потому, что я математику вот поэтому говорю, там, просто читаешь, там, то же самое вот это теоретическая физика, Ландау, Лившиц, если посмотрите, там, ну, если, так сказать, ну, оттуда там убрать, там, это словесные, так скажем, интерпретации, там, да, это в чистом виде математическая физика, так и называется. Вот такая дисциплина есть, которая математическая физика. Итак, вот, модели, но дело в том, что можно, вот, например, мы сейчас там за круглым столом, вдруг там какая-то информация, что в Японии какой-то вот мелкий банк ещё разбогател или, наоборот, обанкротилась. Это изменит ли нашу тему? Скорее всего, нет там, да. О чём мы так говорим? То есть, а ведь в мир взаимосвязаны, все процессы взаимосвязаны. Итак, что-то непосредственно на нас влияет, что-то очень далеко не влияет. Вот всё это, учитывать, всё влияющие факторы, чтобы получить математическую модель, да, можно делать. Ещё Адамар, вот такой великий математик был, Адамар говорил, что да, всё можно учитывать, вот можно построить идеальный математический модель, описывающий процессы, объекты, явления. Ну, конкретно исследуем. То есть, всё можно посчитать? Абсолютно, но дело в том, что нет, моделировать, то есть, учитывать, учитывать при создании модели. Но этот модель, хоть и идеальный, то есть, идеальный в том смысле, что хорошо там полностью, со всех сторон ничего не упущено описывает, да, но что будем делать с этой моделью? Любоваться, потому что наука математическая не в таком состоянии методы даже одного там простого нелинейного уравнения не решаем, а модел состоит из 12, из 13, из 40 там нелинейных уравнений. Соответственно, нужно упрощать. Что значит упрощать? То есть, не всё. Вот сам процесс математического моделирования обязательно там означает несколько этапов. Это первые этапы. Нужно, это поэтому на грани искусства, нужно те факторы, внимание, это волшебство, те факторы, которые очень существенно влияют на этот изучаемый объект, явление, процессы. А кто нам скажет, какой вот этот, ну, помните-то эффект пабочек или как? Вот какая-то лампочка вроде низерная на подъезде не горит. Откуда мы знаем, что это на наши жизни в 6, ну, на каком влияние будет делать? Ну, не горит, не горит там, да? Давайте не будем менять, потому что более 6 у них дела есть. Поэтому вот экономические там, математическое моделирование в экономике, в технологии, в различных областях, один из первых, это первый этап, это вот фактически там основа. Нужны те параметры, те факторы вот выявления, которые там существенны для описания. То есть, мы же не знаем поведение вот этого явления объекта, мы должны каким-то образом, интуитивно ли, но это, в самом деле, нет в навыках там такого интуитивно, это хорошо, ну, скрытые, так скажем, знания. Да, скрытые. Может быть, я один пример просто приведу. В США было разрушение турбины из-за того, что они взложили в модель продольной нагрузки, но не взложили поперечные, которые были вроде бы в 100 раз меньше. И при вынижении вроде этой небольшой мощной привесилось к тому, что все разрушилось. Видите, на недавно вот был российский выпуск, ну, Рогозин, этот тоже вмешивался, неудачный запуск там был, там оказалось, что вот это топливо там 0, 0,3, вот там формуле 0, 0,3, это плюс, даже не умножение, а плюс был. Вот это просто учли, ну, пропустили, так скажем. Да, то есть одна десятая или одна сотая, может быть, не умножение. Да, ну, вы понимаете, что это такое, вот поэтому это первое, вот основа, это первое, первое, вот это первый этап моделирования. Сейчас я закончу, вот буквально там минуту. Вот этап моделирования, второй этап моделирования, теперь сама вот то, что вот мы говорим, что это факторы, это параметры, там, я не знаю, это что-то вот влияет. Еще раз, вот две группы моделируют, там, для них, может быть, другие там факторы, может пересекаться, вот одна группа там, у него свои факторы, вот он и объясняет каждый раз, ну, давайте учитываем, объединяем, ну, тогда пусть третий, там, четвертый, все люди там добавляют своего точки зрения, что это параметры важны, опять мы придем к той модели, которая вроде идеальна, ну, ничего решать невозможно будет, понимаете? Ну, вот это, кстати, интересно, я хочу вспомнить, что Эйнштейн иронизировал по поводу математиков, если бы теорией относительности занимались математики, то вряд ли он смог бы, в общем, ее вообще создать, я не помню дословную цитату, но суть в том, что вот как раз Эйнштейн относился к такой легкой иронии к математике. Я думаю, что именно формула Эйнштейна, он находил там это математическим способом, причем он жонгулировал, а Ландау, это универсальный, вот мы интервью там слышали, там универсальность Ландау, это какой-то вот странный, вот такой загадочный универсальность, вот одному дано, там другого, да, он прекрасно на уровне вот великого математика, он владел математикой, вот все это, которое там асимптотическая свобода и так далее, да, это как-то интуиция, вот там невероятная интуиция асимптотическая, в самом деле чисто математическое он получил, что здесь должна быть асимптотическая свобода. То есть математика – это основа основ. А основа вот эта, нет такой там… Сергей, да, вот это добавить. Нынешняя дискуссия, она как раз иллюстрирует два разных подхода, то есть с одной стороны человек стремится к новому знанию, и, безусловно, проект развития термоядной энергетики, то есть в плане как развития чистого знания и фундаментальных исследований, это, безусловно, очень важный проект. И все страны, которые участвуют в проекте ИТР, а это там десятки миллиардов долларов, вот в Кадараш во Франции строится термоядный реактор, вот они понимают прекрасно, что в результате этого проекта они не получат дешевую энергию. И деньги они туда вкладывают именно для того, чтобы вот уважаемые ученые могли проверить свои модели. То есть это фундаментальная наука? Это под маркой создания чего-то прикладного, ну, потому что объяснить уважаемым налогоплательщикам, что мы вот сейчас возьмем, там мы 40 миллиардов долларов потратим на какие-то научные исследования. Большой адронный коллайдер построили, тем не менее. Это, наверное, был один из последних таких проектов. А здесь, чтобы проще было получить, объяснить избирателям что и как, объявили, будем делать дешевую термоядную энергию. При этом люди, которые, собственно, этим занимаются, они прекрасно понимают, что они рассказывают публике про дешевую термоядную энергию, а сами занимаются фундаментальными исследованиями, проверкой тех моделей, о которых говорил уважаемый коллега. Но при этом также понятно, что в обозримой перспективе… Методов не хватает. Да, да. То есть, в обозримой перспективе дешевой термоядной энергии мы не получим, при этом в обозримой перспективе у нас уже есть практически замкнутый ядерный топливный цикл на традиционных реакторах, где идет реакция деления. Это реакторы четвертого типа. Да, реакторы четвертого поколения. То есть, фактически это уже отработанная, то есть, это уже действующая технология, которая позволяет экономически выгодно получать дешевую энергию. Вот, стремительными темпами развивается ветер, солнце. То есть, когда говорят про энергосистему будущего, а что в ней будет там? Солнечная энергетика или атомная энергетика? Это в корне неправильно поставлен вопрос. Там будет и то, и другое. Вот. И даже газовая энергетика там тоже будет. Поскольку, ну, энергосистема – вещь сложная, и в ней требуются разные виды энергии и по мощности, и по стабильности генерации. Вот. И поэтому, а энергосистема – вещь достаточно сложная, и в этой сложной системе необходимы разные виды генерации для обеспечения базовой энергии, для обеспечения пиковых нагрузок и так далее. Поэтому, собственно, проект ИТР, ну, и как другие проекты термоядные, это скорее фундаментальные исследования, и не помню, кто это говорил, нет ничего более практичного, чем фундаментальные исследования. Вот. Когда-нибудь эти исследования принесут что-то, но не в области термояда, а в других областях. Здесь я, наверное, добавлю своих несколько копеек. Ну, совсем недавно, вот буквально на днях, мы праздновали 25-летие интернета. Вот, ну, типа возникновения самой технологии. А если посмотреть, откуда она родилась, и прочитать основание, собственно, вот Тим Бернас Ли опубликовал документ, в котором доказывал необходимость создания систем информационных, способных поддержать такие большие готовящиеся проекты, как большой адронный коллайдер. Именно тогда ЦЕРН столкнулся с необходимостью информационной поддержки столь масштабных проектов, для которых нужно организовать всё, ну, как бы фактически человеческое знание, чтобы каждая лаборатория, каждый, ну, типа, сотрудник имел доступ. И вот то, что он, ну, типа, разрабатывал, типа, систему гипертекста, то, ну, что превратилось в HTML, и сегодняшние сайты, по которым, ну, там, народ в ходе, оно было создано именно как сопутствующая технология для вот того самого фундаментального исследования. То есть всё имеет значение, и всё взаимосвязано. Всё настолько взаимосвязано, что, причём, даже часто не упоминают, что большой адронный коллайдер и интернет вообще-то, на самом деле, связанные штуки, и одно, ну, не то, чтобы породило другое, оно не является там следствием другого. Но интернет вообще считается, что это сеть военных изначально была. И речь идёт даже не об интернете, потому что одно дело – это интернет, это связь между компьютерами, а речь именно идёт о ВВВ, вот, ну, типа, о World Wide Web. То есть, да, глобальная паутина. Да, глобальная паутина документов, на которых есть ссылки, и можно переходить, ну, типа, от одного сайта, ну, типа, к другому. Это же, изначально, это была система научной кросс-документации. То есть, в интернет-науке всегда есть прикладное, получается, какие-то прикладные. И оно родило абсолютно новую область. Без фундаментально, понимаете, вот это нельзя вот так считать, что вот данный момент имеем, ага, мы видим вот то, что там, сколько там, ну, препятствий у нас нету там, вот буквально там, да, вот увидим, вот, горизонт, вот, ну, 20 метров видим, ну, прекрасно, давайте вот такой 20 метров пойдем, а то, что обозрим в будущем, это пока еще нет, там, научная основа, там, другую, там, давайте прекратим, или вот это не важно. Ведь дело в том, что когда там автомобилей не было, там, прекрасно, там, это карета, там, лошади, там, да, ну, люди, если так не мечтали, фундаментально не было. Вот, понимаете, вот такое, то, что самолеты, там, ну, и что, там, пешком, давайте, там, поехали бы между океанами, там, каратами. Тяжело достаточно принимать что-то новое, вот, потому что приведут... Ну, удивительно, вот это вот именно, ну, широкая масса, там, как раз не делает науку, там, да, это вот умные люди, которые финансируют, а этот, есть, там, ученые, там, это делает науке, но главное здесь, да, вот, именно, вот, знаешь, там, интересуешься, ну, чтобы это, ну, государство, или в мировой, или вот такой, чтобы технология, да, другие, там, вещи, без фундаментальных наук, это будет всегда что-то создано, да, молодцы, там, что-то создано, но берите, вот, самолеты, вот, кто, ну, вроде безопасный, там, вот, берите, там, да, каждое крыло, каждое, там, я не знаю, там, деталь, огромные тома книги, которые, там, математика, физика, понимаете, так, турблентные движения, это вибрация шасси, это великий Келдыш, там, переведен, так, одним наук на СССР был, ну, Жанин, там, да, между прочим, вот, Келдыш, вот, посмотрите, что он там делал, он же математик, там, вот, это вибрация, то есть разрушались самолеты, как только, вот, приземляется, просто разрушались, там, да, это вибрационный, там, этот математический, отсюда, он перешел в комплекс, теория функций комплексных переменных, без него, там, вот, все это авиация в форме Лужковского, это Чаплыгин берите, там, это, вот, комфортное отображение, это все, там, которое в математике считаем, что-то, вот, и минимое, это, ну, не шествующее, в самом деле, без этого авиации не было бы. И, кстати, хотелось бы добавить, что тоже, как бы, одно из направлений мы увидим, может быть, у нас сейчас беседы, вот, смотрите, вы упомянули имя Чаплыгина, да, выдающийся и математик, и аэродинапик, да, в первую очередь, да, но дело все в том, что, упоминая его в контексте, вот, развития авиации, как-то забывается, что именно он помог созданию ветряков, универсальных ветряков, которые обеспечивают стабильное вращение, независимо от порывов ветра. Да, все верно, верно. То есть, как бы начали с облога, а вот сейчас уже возвращаются к этим идеям, которые были сделаны. Вот так он назвал, вот это вот его там задача, которая там, это так называемая задача Каши, это не потому, что Каши делал, ну, это такое там, такие задачи, называется задача Каши, которая в безграничных условиях, там, да, уравнение вот Чаплыгина и присоединил туда специальную, ну, тогда еще, ну, сейчас назвали бы не локальные условия, да, вот и все, задача Каши, вот это вот стабильная работа, то есть, чисто математическая. Да, на самом деле, да, я на самом деле физик по образованию, просто занимаюсь квантовой химией, то есть, это стабильные дисциплинарные вещи, но что я хотел сказать, что в истории науки часто бывает, что открывали что-то фундаментальное, что на первый взгляд в ближайшем и обозримом будущем не может быть использовано. Скажем, теория относительности. Я бы сказал даже, что электромагнитизм, когда открыли, там были такие предположения, что никогда это не будет способом получения энергии. Вот очень интересные прогнозы середины XIX века. И надо понимать, что, в принципе, при любом производстве энергии, что важно сказать, есть свои плюсы и минусы. То есть, например, если мы занимаемся ядерным топливом, моментально у нас есть некие отходы, с которыми надо что-то делать, это большой минус. Например, термояд, термоядерный синтез, он выгоден тем, что вроде бы все продукты, которые возникают, они безвредны. Нет, абсолютно не опасного. То есть, вся, например, зеленая энергетика, которая тоже достаточно разнообразна сейчас, она имеет в себе мысль, что все должно быть максимально безвредно. Когда была дискуссия в самом начале, еще говорили о химических вариантах. То есть, например, в нашей лаборатории в Латвии в том числе занимаются так называемым фотокатализмом, когда берут воду, ее облучают видимым светом, и в присутствии каких-то фотокатализаторов оно распадается на водород и кислород. Водород потом нужно сжечь, получить обратно воду, и тоже получается достаточно безопасный энергоноситель. И понятно, что энергетическая проблема, она очень актуальна сейчас, и надо что-то придумывать, чтобы получать энергию, и есть разные способы. При этом по ходу исследований возникают какие-то сторонние вещи, которые, на первый взгляд, не пригождаются, но это как чеховское ружье, его повесили на стену, и оно может выстрелить. Проблема, что непонятно когда. Чеховское должно выстрелить. Да, то есть, может быть, через 10 лет, может быть, через 150. Но у нас уже будет некое фундаментальное знание, которое неожиданно может пригодиться. Да, но здесь огорчу. Дело в том, что вы история, вот абсолютно, в истории науки еще не была чисто математически придуманной вещь, которую, ну, придумали, давайте подождем, куда-нибудь используем. Нет. Вот в истории науки не было такое, что все вынужденные, всякие технологии, всякие формулы, всякие обозначения вынуждены были, когда моделируем, сперва там не бросаемся там в яму, или давайте молоком ядерное оружие сделаем, ну, ядерный взрыв делаем, или вот такой, давайте вот из скалы там выбросим, вдруг там будем летать. Понимаете? Вот когда этот моделируется, самый безопасный, самый дешевый способ, на бумаге, да, вот все вынуждены были, то есть получается, ох, уравнение, которое мы не можем решать, значит, придумываем новую область математики. То есть еще в истории, это сказал Сергей Михайлович Никольский, 2008 году, он недавно, ну, относительно недавно умер, 180-107 лет, жил там, патриарх, советский, так скажем, математик, он не только там, ну, чистая математика, он же прикладной, там много там дела, вот это его слова, которые во время 180-летия Кудрявцева, вот Дмитрий, тоже математик российский, там, академик был, вот он тогда выступил, вот мне этот, ну, так очень понравился, я был на этой конференции, и вот, что действительно, вот такому говорят, что вот все там искали там ученые, да, это что, в том числе Арнольд, вот такой великий Арнольд, Владимир Игоревич, вот они все вместе, что вот, есть ли вот такой математика, который там, ну, опережал, так скажем, практику, что-нибудь придумал, вот чисто фантастическое вещи, потом она добилась, оказалось, что нет. А Перельман, который сказал, что ему не нужен миллион долларов, поскольку он знает, как управлять Вселенную, он доказал, кстати. Ну, понимаете, давайте так, во-первых, он такие там вещи, это контексты там вырвали, да, ну, что, я управляю, это вот, а слушатели там думают, что, а, управление, там, ну, это как пультик, там, да, это управление Вселенной, вот у Перельмана там, ну, это можно отчего-то там же вывод делать, что человек с ума сошел, там, вот он управлением занимается. В самом деле, это ложь, там, да, он говорит, что вот такой есть вещи, которые строения, это топологическое строение Вселенной, если я этот знаю, а он и знает, это вот еще не географическую фигуру, там, геометрическую фигуру, это топология, ну, такая наука есть, да, это вот о расстояниях топологических. Вот я его знаю, как стройный ум. Опять же, в пределах моделирования, аппроксимации, допущения. Мы говорим, что точка не имеет ширины делины. Правда? А все там любая линия, любой объем состоит из бесконечных числа точек. Ну как это? Нулевая делина, сумма нулевых там должна быть ноль давать нам. А у нас там имеют делину 8 метров, 20 килограммов. Понимаете, о чем я говорю? Вот поэтому это, нуложно, это тоже самая математическая проблема, что все члены ноль, но конечных чисел сладаемых ноль нам дает ноль. Но если бесконечный, он может быть единицу равно. Какие-то докажу. Давайте об этом поговорим сразу после новостей и рекламы. Мы продолжаем дискуссию о науке, о будущем науке с участием наших гостей. Это профессор, доктор физико-математических наук, Шариф Гусейнов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Ресин, специалист в области математики, компьютерных наук и вычислительных систем. Здравствуйте. Добрый. Квантовый химик Дмитрий Бочаров. Добрый день. Добрый день. И физик-ядерщик, менеджер, директор программ дирекции капитального строительства госкорпорации «Росатом» и автор одной проекта, одной из самых безопасных на данный момент АЭС в мире, это АЭС-2006, Сергей Бояркин. Еще раз здравствуйте. Добрый день. Мы за эфиром достаточно активно говорили о науке, о будущем науке, о будущем фундаментальной науке. Вот возник спор у нас между математиками, химиками и физиками. И, кстати, вот я говорил о цитатах Альберта Эйнштейна, чтобы закольцевать тему именно математики, как основы основ, по мнению нашего эксперта профессора Гусейнова. Ну вот, кстати, Эйнштейн, несколько цитат я сейчас зачитаю, что он говорил о математике, и вот несколько. «Тих пор, как за теорию относительную принялись математики, я ее уже сам больше не понимаю. Математика – это единственный совершенный метод водить самого себя за нос. Существует поразительная возможность овладеть предметом математически, не поняв существа дела. Наше математическое затруднение Бога не беспокоит, он интегрирует эмпирически, и Господь Бог вычисляет дифференты эмпирически». Это, в общем-то, два варианта одной цитаты. Вот, господин Гусейнов, достаточно серьезно оппонирует вам заочно Альберт Эйнштейн в этом смысле? «Сама теория относительности, как общая, так и специальная теория относительности, вот если внешне просто посмотреть, это математическая формула. Он какой-то понедельник проснулся, эту формулу не написал, он выводил математическим путем». То, что этот спор, который оттуда там, ну, различные там теории, потом вот по этой формуле, что так, там время, там давайте вот такое, как назвать, трансформация, который этот, ну, трансформация, обратимость времени. Да, обратимость там времени и так далее, и так далее, это уже вот чисто различные там математические группы. Вот, я думаю, что он, ну, иронизировал вот надетым, да, вот что вот я уже перестал понимать этого там, действительно, вот, ну, различные теории там есть, это не означает, что она ошибочная или там не ошибочная, ну, вот оттуда там фантазируют. А вот сама эта, сами вот, как специальная теория относительности, автором которой является Эйнштейн, и как общая теория относительности, вот они именно математическим путем получены. И как получена, это тоже вот его там... Ну, мне кажется, что мы подошли к теории большого взрыва, и сейчас предлагаю нашим гостям послушать интервью, которое мы записали с физиком, ученым, который работает в Ланкафтерском университете, Сергеем Кафановым. Он в лабораторных условиях вместе с коллегами как раз имитировал большой взрыв. Давайте послушаем, что он рассказал в интервью Диане Юдельсен. Вы проводите свои исследования в лаборатории ультранизких температур. Какие эксперименты можно проводить в таких условиях? И какие эксперименты проводятся в Вашей лаборатории? Ну, у нас лаборатория ультранизких температур, то есть мы занимаемся вещами, связанными с охлаждением объектов, квантовых жидкостей, квантовых твердых тел, мизоскопических объектов до минимально возможных температур. Сразу подчеркну, температура не мировые рекорды. Если вы откроете интернет, то вы легко найдете, что сейчас рекордная низкая температура получена в Штатах. Вы найти на методом лазерного охлаждения боза конденсата натрия, это пика Кельвины. Но нужно сказать, что это очень малое количество вещества. Это количество вещества, несколько тысяч, может, десятков тысяч атомов натрия. Вот. И, в принципе, эксперимент, который с этим количеством можно сделать, крайне ограниченный. Мы занимаемся охлаждением макроскопических объектов. Наши объекты, они исчисляются несколькими кубическими сантиметрами квантовой жидкости. Вот. То есть это либо гелий-3, либо гелий-4. Вот. Либо микроскопические, мизоскопические объекты. Это нам механические резонаторы для исследования как раз кубы жидкости. Вот. Если суммировать, то у нас есть несколько направлений исследования. Это исследование жидкого твердого гелия-3. Вот. И как раз здесь мы применяем методы ядерного размагничения и рекорд низкой температуры. Тут нужно подчеркнуть, что температура может быть относиться к различным степеням, и мы должны правильно говорить о том, какая температура. Вот. Для жидкого гелия это несколько десятков микрокельвинов. То есть 10 минус 5 кельвина. Мы также занимаемся вопросом квантовой турбулентности. Это в основном занимается Виктор Цепелин и Иоанн Брэдли этими вопросами. Вот. И из практических вещей, которые, в общем, применяется для, имеет практическое значение для большинства людей, мы занимаемся созданием стандарта электрического тока. Вот. Потому что до сих пор человечество не имеет мерить электрический ток в единицах элементарный заряд за количество, за время. Вот. Все, что мы можем делать, мы можем измерять электрический ток, только переводя его через закон Ома в напряжение и уже сравнивая напряжение. Либо используя некие другие методы, измеряя другие величины. Но напрямую мы не можем измерять электрический ток. Вот. Связанная с этим тема, это как раз и создание стандарта килограмма. То есть мы работаем также в этом направлении, и одно из направлений исследования — создание стандарта килограмма, который связан с фундаментальными физическими константами, такими как элементарный заряд, постоянная планка. Связанная с этим область — также создание первичного термометра для измерения неликелевных температур. Вот. К сожалению, это тоже такая белая область физики, где температура не очень хорошо определена. И это некая чаша Грааля для метрологии, создание термометра, который позволяет напрямую измерять температуру неопосредованно через какие-то объекты. Вот. Можете, пожалуйста, пояснить, как эти вещи относятся друг к другу? Сейчас я поясню. То есть фундаментальные исследования, которые интересны для того, чтобы понять, как устроена наша наша мир, как у нас устроена материя вокруг нас. Вот. Есть некие исследования, которые, в принципе, связаны по большей части с метрологией и с применением фундаментальных исследований к реальной жизни. Например, вам же в основном вы видите, вам неинтересно, как устроено измерение тока. Но когда вы придете в больницу и вам будет мерить энцефалограмму, например, или чувствительность отдельных нервов, вам нужно знать, мерить токи с высоким разрешением и очень маленькие токи. Для этого как раз таки и нужны приборы, которые позволяют мерить ток на единицах заряда, в единицу времени. То есть это, в принципе, прямое практическое применение. Вот. То, что я сказал, измерение тока связано с измерением массы. Если посмотреть, вспомнить общий курс физики, то у нас существует всего 7 величин, которые используются в системе единиц Си. Вот. И килограмм — это одна из величин, которая, в принципе, определена довольно странно. Это некий кусок металла, который находится в Париже. Вот. Килограмм — это уникальная единица, то есть это уникальный объект, он существует в единственном экземпляре. У этого килограмма существует 12 реплик. Вот. И эти реплики примеряются относительно большого К, большого килограмма. И показано, что за примерно 100 лет они потеряли, или реплики потеряли, около 100 микрограмм вещества. Величина, в принципе, ничтожная для большинства обывателей, потому что, когда мы идем в магазин, мы не обращаем на такие мелочи внимания. Но если мы будем говорить о фармацевтике, то эта величина становится весьма существенной. То есть нам нужно определить килограмм, связанный не просто с материальным объектом, иначе мы рискуем каждый раз терять некую часть вещества, но связанную с индиционными константами нашего пространства. Вот. Такими, как постоянно планка, элементарный заряд, электронный заряд. Вот. И здесь как раз-таки имеется большая связь с электричеством, потому что у нас есть заряд электрона, и мы должны определять ток единиц заряда электрона. То есть сейчас, насколько я понимаю, вы описали процесс работы электронных весов? Да, это прекрасно. Да, это прекрасное слово. Электронные весы существуют, действительно. И в Метерологическом институте Соединенных Штатов в Министерстве это специальная лаборатория электронных весов, когда мы можем свешивать массу в единицах энергии. Но проблема возникает в том, что единицы энергии определены через электрические единицы, как напряжение и электрический ток. Проблема возникает в том, что мы не можем определить электрический ток до сих пор. Эти весы сейчас работают по принципу, что у нас есть стандарт напряжения, у нас есть стандарт сопротивления, но нет стандарта тока. Для того, чтобы полностью замкнуть и сделать самодостаточный эксперимент, так называемый квантовый нейтрологический треугольник, quantum agile triangle, нам необходим некий стандарт тока. И, по крайней мере, пять ведущих лабораторий мира занимаются этим вопросом. И мы тоже присоединились к этой группе исследований. Вашей лаборатории вы также добились типологического подобия создания Вселенной. Скажите, как вам это удалось и какие условия необходимы для удачного проведения этого эксперимента? В 80-х годах Григорий Воловик, это исследователь из Института Ландау Москва, и сейчас он работает, уже с 93-го года, по-моему, работает в Хельсинско-технологическом институте, как он раньше назывался, сейчас это Алта-юниверситет, показал патологическое подобие некой структуры в жидком гелии-3 и Вселенной на момент Большого взрыва, то есть начальное зарождение Вселенной. И исследователи как раз-таки из Хельсинско-технологического института и исследователи из нашей лаборатории университета Ланкастера занимались этим вопросом. То есть гелий-3 — это некая квантовая жидкость, которая имеет две каталогически разные фазы, фаза А и фаза Б. Для большинства людей можно представить, как это две несмешивающиеся жидкости, например, масло и вода. И на границе этих двух жидкостей есть граница, которая называется Брана. Эту границу можно как-то пилибать и возбуждать разные топологические особенности на этой границе. И показано, что топологические особенности на этой границе являются прямой репликой начальных возбуждений во Вселенной. Я думаю, что я могу отправить прекрасные книги как раз-таки Григория Воловика, и там будет вся информация по этому вопросу. Почему это связано с низкими температурами? Потому что мы можем контролировать любое элементарное возбуждение на этой границе. Если мы увеличиваем температуру, возбуждений становится настолько много, что мы практически не можем сказать, что происходит в системе. Расскажите поподробнее. Какова роль низкой температуры в этом эксперименте? Почему это условие так важно? Температура, в принципе, это неправильное утверждение, что это не мера генетической энергии, молекул, это несколько примитивное школьное определение. Температура, это, скажем, связана с беспорядком движения. Некая генетическая величина, которая связана с беспорядком движения. Она сильно связана с некой величиной, которая называется энтропия. И низкая температура позволяет нам как раз-таки иметь счетное количество возбуждений на поверхности этой драны. И мы можем посмотреть эволюцию этих возбуждений не только во времени, но и в энергетическом пространстве. С килограммом понятно. Это слово всем знакомо. Это что-то, что мы используем в нашей обыденной жизни. В свою очередь, какую важность в масштабах мировой науки имеет этот эксперимент, связанный с чем-то таинственным и необъятным, как наша Вселенная. Это очень, конечно, хороший вопрос. Интересно, как бы я оценивал. Я боюсь, что этот эксперимент снили до меня. Григорий Воловик является лауреатом множества премий. Список премий не помещается на одну страницу Википедии. Так что это интересная область исследований и по достоинству оценена. Я думаю, что Григорий Воловик один из кандидатов в штучно-нобелевскую премию и, возможно, когда-нибудь себе ее получит. Всегда очень интересно, как в жизни ученого уживаются такие, казалось бы, полярные вещи, как наука и религия. Как вы рассматриваете религию? Как большой плац культуры. Мне безумно нравится исследовать именно культурологический аспект религии, как во время моих путешествий, так и в принципе в качестве общего образования. Но сравнивать науку и религию – это не совсем корректное сравнение. Сразу подчеркнуть моя персональная точка зрения. Это все равно, что, наверное, сравнивать кислое и шершавое. Это абсолютно разные плоскости восприятия, которые практически никак не пересекаются. И как они уживаются, точно так же, как уживаются литература и живопись. То есть это просто разные слои культуры. То есть вы рассматриваете религию исключительно в контексте искусства, как что-то увлекательное, но не духовное? Религия примерно то же самое для меня, что и история. То есть я, несомненно, отдаю должное значение религии на момент становления человеческой цивилизации, потому что ни одна цивилизация не прошла без развития религии. Возможно, одна все-таки существует. И это интересный плац культуры, который сохранил множество исторических особенностей. И скорее религия связана с историей, чем с реальным мировоззрением мира. Планируете ли вы какие-то новые проекты, эксперименты и открытия, которые также будут иметь огромное значение для мировой науки? — Один стратег, которым мы сейчас занимаемся, — это охлаждение макроскопических объектов до квантового состояния. Так называемого, я даже не подверг русский термин, quantum ground state, квантово-базисного состояния. Сейчас мы пытаемся охладить механические объекты, то есть сделать квантовую механику на именно механических объектах. Как это может быть связано с реальной жизнью? Это некое новое поколение сверхчувствительных сенсоров. Если вы посмотрите интернет, в принципе, на научный интерес, буквально в этом году, пару месяцев назад, были открыты гравитационные волны. И когда две звезды сливались в одну, быстро остыли друг с другом и посылали некий пакет гравитационных волн в пространство. Этот эксперимент в лаборатории ЛИГА был, в принципе, первым демонстрацией гравитационных волн и было большое научное событие. Но сенсор чрезвычайно большой. Это несколько километров лазерного интерферометра. С помощью микроскопических объектов нано-механики мы можем сделать эти сенсоры доступные и для установки на космических станциях. И, в принципе, это будет некое новое открытие возможности для так называемой гравитационной астрономии. Но это пока экспериментальное подтверждение требуется прямо сейчас. И в астрономии в ближайшие годы это даже не связано с гравитационными обсерваториями, но астрономия одна из тех наук, которые сейчас развиваются и множество удивительных открытий нам еще предстоит. Это было интервью, которое Диана Юдальсон взяла у Сергея Кафанова, ученого, физик, сотрудника лаборатории Ланкастерского университета Великобритании. Вот то, что он говорил. Кстати, хорошо Диме знакомы и квантовые механики и так далее. Вот мы таким образом перешли к теме уже в том числе и применения знаний в исследованиях космоса, поскольку это тоже такая весьма интересная и специфическая вещь. Вот что касается Вселенной, что касается теории Большого Взрыва, Бозон Хиггса и прочие вещи. Вот что мы знаем на сегодняшний день о том, как произошла Вселенная и что она из себя представляет? Кто может ответить? Ну, я вот, наверное, совсем не специалист, вот как обыватель, ну, тоже вот слушаю. Дело в том, что очень разные точки зрения есть, да, и каждый вот кто-то, говорю, что вот то, что образовался земля, там, атмосфера и так далее, этот вот из водорослей, там, да, другой там большой взрыв, там, и так далее, и так далее. Вот можно посмотреть эти научно-популярные книги, брошюры там обычные, да, вот такой разный пишут. Но нужно ли остановиться там в одном направлении? Вот это уже то же самое, что как вера, там, да, если вы верите, вот для вас там, в общем, Бога шествует, ну, вот именно вот одну концепцию. Поэтому я думаю, что вот Мудрова это правильно там делает, что развивает параллельно разные концепции. Ну, на самом деле, сейчас, если мы посмотрим, то космологическая проблема темной материи, то, что у нас 95% того, что нас окружает, оно ненаблюдаемо, то есть, мы видим только видимую материю, которая 100 лет 5%, это является одной из основных проблем физики, которая напрямую завязана на раннее происхождение Вселенной, и сейчас исследует в том числе, например, так называемое реликтовое излучение. То есть, когда у нас Вселенная в самом начале взорвалась, я, может быть, рекомендую слушателям посмотреть несколько популярных книг на эту тему, например, есть замечательная книга старая уже, но Новикова «Как взрослась Вселенная», 87-й год, там доступно очень это описано, но, тем не менее, вот проблема реликтового излучения, и как по этому излучению мы можем понять, что было в начале, тоже является одной из нерешенных проблем, которые очень активно сейчас решают. Вот у меня вопрос к вам, как специалисту в области компьютерных систем управления. Ведь сейчас говорят о том, что была выдвинута такая идея о том, что, собственно говоря, вся наша Вселенная – это своего рода такая имитация, созданная какими-то сверхцивилизациями, ну, условно говоря, назовите это как хотите. То есть мы все находимся внутри вот этой пресловутой матрицы. Ну, здесь мы рискуем просто, ну, типа, наткнуться на вопрос, а что дальше и выше, и будет этот уроборосый змей, который себя, типа, кусает, вам, типа, за хвост. То есть если мы будем считать, что, типа, там где-то что-то есть, а вопрос, а та Вселенная, ну, типа, является ли она симуляцией, или есть ли предел, там, типа, в этих симуляциях. Поэтому ради простоты, ну, типа, ради простоты можно считать, ну, типа, что мы не находимся в симуляции, но не исключательно, типа, такого варианта, потому что он не противоречит, но и не подтверждается, и вряд ли мы изнутри системы можем, ну, типа, за… Ну, вот это действительно парадокс, ведь находясь внутри системы, невозможно ее оценить снаружи. Тут другие, там, типа, интересные взаимодействия между информационным взглядом на природу Вселенной есть, связанные с тем, что некоторые, там, типа, необратимые процессы могут быть связаны с фундаментальными вещами, связанными с вычислимостью. Как раз, например, сложность обращения какого-то вычисления может как раз оказаться той самой, там, типа, стрелой времени, которая, ну, типа, которая приводит к тому, что мы видим наше время развивающимся, ну, именно в одном направлении. То есть, если период, вот буквально так, если мы, ну, тогда ждем завтра, послезавтра, вот, ну, и теперь вот вектор, давайте в обратную сторону, ну, это же вот прошлое, там, все равно… И здесь речь не идет о, там, типа, каких-то, в сверхцивилизациях, которых мы создали, но что в самом… Ну, то есть, тут тот же самый вопрос, который вот возникает между физиками и математиками, почему математика так хорошо описывает физику? Ну, вот наш, ну, типа, реальный мир, с одной стороны, математика – это что-то, ну, вроде бы, совершенно абстрактное, не имеющее, вот, ну, то есть, у нас здесь, в нашем реальном мире, не существует ни идеальных треугольников, ни идеальных окружностей. Это все, ну, с одной стороны, там, типа, концепции, такие, которые вроде бы существуют только, ну, там, типа, в разуме, там, типа, человека, но, с другой стороны, они являются в каком-то смысле объективными, потому что… Это как точка отсчета. Нет, нет, это просто вот нас, два, три, четыре, пять, нас шесть человек. Здесь можно тот же самый, типа, вопрос… Шесть описывает наше количество. Знаете, вот есть… Шесть не было бы, все равно у нас шесть, шестеро вот сейчас, понимаете? Да, это… Слов шесть просто описывает. Классический такой вопрос, даже вот там, типа, к слушателям задать себе такой вопрос. Вот понимают ли они разницу между словами «создать что-то» и «открыть что-то». Что открываем мы нечто, что уже существует, а создаём мы то, чего раньше не существовало. Вот, ну, там, типа, «открыть Америку». Ну, типа, она же там существовала до тех пор, пока, ну, типа, её не открыли, существовала. А если задать вопрос, например, о той же самой теореме Пифагора. Существовала ли теорема Пифагора до того, как Пифагор отпраздновал, там, закланием быков, типа, её открытие, ну, там, по преданию? Или она была сама по себе. Или она была сама по себе. Можно ли приписать вот существованию вот этих вот объектов в какой-то смысл? Вот, ну, типа, Платон говорил, что, да, вот, ну, там, типа, мир идей, типа, существует. Но при том, это совершенно, там, типа, некое другое, ну, типа, существование. Не в том смысле, вот, как стол существует, как, там, типа, мы здесь существуем. Мы касаемся уже тогда теории множественности вселенных. Потому что в этой Вселенной Все вот так вот описывается И всех реакций так происходит А в другой Вселенной Там уже другие постоянные Но если на самом деле говорить о множестве Вселенной То это тоже одна из интерпретаций Квантовой механики Что в каждый момент у нас идет расщепление На соответствующее количество Вселенной И так же как знаменитая Копенгагенскую Гипотезу невозможно не подтвердить Не опровергнуть Находясь внутри системы Давайте примем звонок Здравствуйте Мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте Так вы знаете На российском телевидении Была передача Что российские ученые Разработали технологии Переработки отходов Ядерных отходов Топлива И реактор соответственно И могут использовать Вот ядерные отходы В этих реакторах И соответственно Использование Атомных электростанкций Так это или нет Вот Сергей Бояркин Человек который имеет непосредственное отношение Уже говорил об этом В первую часть нашей программы Может быть чуть На самом деле Технологии Переработки отходов В новое топливо Так называемое МОКС топливо Которое получается В результате Вынимания Там элементов Не Полностью Использованных В первичном топливе В облученном Ну то есть Скажем Французские реакторы Они во многом Работают на МОКС топливе Уже несколько десятков лет Микс от оксайта фьюл Да Просто Вопрос то в том Чтобы замкнуть этот цикл Сделать так Чтобы выжигались Не только Скажем Плутоний Который образуется В облученном Ядерном топливе Но и весь комплекс Других Осколков Чтобы Все это Дожигалось Комплексно И В результате Производства Энергии То есть Это замыкалось Опять Новое топливо Которое опять Поступает в реактор И собственно Все элементы Этого цикла Они были известны И Сейчас Произошла Просто сборка В одной точке И Не просто сборка В одной точке А сборка В одной точке С высокой экономической Эффективностью Ну то есть В отличие от термояда Который сегодня Является Большим Научным Экспериментом Но никак Не может являться Технологией Производства Дешевой Электроэнергии Вот Именно Замкнутый Топливный цикл Где Отработанное Топливо Перерабатывается И опять Загружается В реактор Прошел Стадия Исследований Прошел Стадия Пробирования Каждого элемента Этого цикла И сегодня Является Технологией Которая Фактически Россия Обладает Этой технологией Давайте еще Звонок Примем У нас еще Один радиослушатель На линии Здравствуйте Говорите Пожалуйста Добрый день Добрый Один комментарий Два вопроса По поводу Сопутствующих Использования Различных Открытий Фундаментальной И прикладной Науки Хочу привести То что есть Большинство Хозяек На кухне Тефлон Был получен Применение Для сковородок И кастрюль Разработавался Он для покрытия Космических тел Входящих В плотные Слые атмосферы И над этим Бились очень долго Лучшие умы На самом деле Потом Было применение В быту Но суть не в этом Суть по поводу Вопроса Росатома Представителя Что можно сказать Да Может Сказать по поводу Дефицита Добычи Урановых Руд Для прокорма 400 больше Атомных станций В мире Что сейчас Была информация Что если бы Не 500 тонн Оружейного Плутония Проданного Гором Черномердином В начале 90-х Американские Станции Атомные Боже 10 лет Стояли Вообще Без топлива И что будет С этим дальше То есть Атомная Энергетика Испытывает Голод Ресурсный Который Нечем удовлетворить В земле Уран Конечен Что будет дальше Это первый вопрос И второй вопрос Как думают Ваши гости По поводу Новых Разработок Энергетических Существует ли Эмпирически Противодействие Ресурсных Гигантов Энергетических Новым Технологиям Энергетики Для того Чтобы сохранить Доминирующее Положение На рынке Спасибо Спасибо Дорогие Это вам Ну по поводу Первого вопроса И там Дефицита урана Ну это примерно Такой же вопрос Про дефицит нефти Ну там 50 лет назад Рассказывали Что через 30 лет То есть 20 лет назад Нефть должна была быть Уже кончить 30 лет вообще Очень такой Да Ну то что она В 80-м году Должна была закончиться В 80-м году Говорили что Она там В 2010-м году Закончится Ну сейчас очевидно Что не кончится В общем в обозримой Перспективе Вот То же самое с ураном То есть В мире существует Огромное количество Месторождений Которые заморожены По причине того Что там Сегодняшняя цена На фунт урана Вот Рыночная Она ниже Чем стоимость Добычи урана Там И скажем Сегодня Те запасы Оружейного материала То есть Высокообогащенного Урана Которые есть Вот То есть Дешевле С точки зрения Экономики Не добывать Новый уран Из земли А просто Разбавлять Тот имеющийся Высокообогащенный Материал Оружейный Оружейный Материал До энергетического Ну оружейный Это выше 20% Концентрация Энергетический Это ниже 5% Концентрация Вот И собственно Собственно Сделка Волнов Подписанная Гором Черномырдином Когда Советский Союз Ну Россия Отправляла Оружейный Материал В Америку Вернее Как Она Перерабатывала Оружейный Материал В Энергетический И Америка Его закупала Америка Его закупала Не потому Что Не было урана В земле Как я уже сказал Урана Очень много А потому Что Это было А. Экономически Выгодно И Б. Позволяло Ликвидировать Те огромные Запасы Оружейного Материала Потому Что Ну Лежит Сырье Для производства Атомной бомбы В реактор Его засунуть Нельзя То есть Это только Для бомб Оно только Для бомб Может Возвать Кристос Да Поэтому Грубо говоря То есть Эта сделка Она решала Две Две задачи Ну Во-первых Удешевляла Электроэнергию На американских Станциях Потому Что Каждый Четвертый Киловат Выработанный На американских Станциях Вырабатывался Из российского Ядерного Топлива Вот Во-вторых Решала Проблему Что Вот Это Все Запасенное Наследство Холодной Войны Его Лучше Было Ликвидировать Оно Было Ликвидировано Собственно Контракт Волнов Закончился Если мне память Не изменяет В 2011 Году Но Тем не менее Американские Атомные Станции Продолжают Работать Никого Дефицита Не И Более Того Пару Лет Назад Росатом Купил Крупнейшего Производителя Урана Уране Он Ван Причем Купил За очень Дешево Что Говорит О том Что А это Крупнейший В мире Производитель Урана Что Говорит О том Что Уран Ну То есть Разговоры О дефицитности Урана Они сильно Преувеличены Что Касается Противодействия Крупными Компаниями Ну Новым Альтернативным Источникам Энергии Безусловно Любая Крупная Компания Которая Имеет Значительную Долю Рынка Стремится Сохранять Свою Долю Рынка Всеми Лоббированием Да В том числе Лоббированием В том числе И законом Но Жизнь показывает Что На сегодняшний день Экономика Настолько Сложна Что Это неустойчивое Равновесие И оно Скатывается К более Оптимальным Решениям Все попытки Монополистов Держать рынок Который Безусловно Есть Но Мы можем Наблюдать Со всей Очевидностью Что все Эти попытки Проваливаются И новые Альтернативные Источники Энергии Стремительно Развиваются То есть Все эти разговоры Те которые Разговоры Которых Придерживается Сторонник Теории Заговоров О том Что давно Уже Придумана Альтернатива Нефти Просто Нефтяные Гиганты Не пускают Их на рынок Не дают Им возможность Раскрыться То есть Это все Из разряда Таких Спекуляций Говорили Древние Жизнь непроста Она еще проще На самом деле Нет никаких Теорий Заговора Есть Взаимодействие Разных Групп Действий Приводит К тому Что мы Еще хорошее Было Не объясняйте Халатность Злонамеренность Не надо Объяснять Глупость Заговора Но если Посмотреть Например На научные Исследования И финансирование То видно Что на энергетику Дает достаточно Много денег Альтернативные Энергетики Не только Альтернативные Еще второй Интересный Фактор То что Иногда Мне кажется Что гораздо Сильнее влияют Не какие-то Корпорации А какие-то Модные Политические Бонусы Пытаются Получить Отдельные Политики Например В Германии Сейчас Постепенно Сворачивают Все Атомные Станции Это В том числе И политический Вопрос Потому что Простого Избирателя Точно Просто Напугать Сказать А у нас Будет Как Фукусимия По поводу Германии Решение О закрытии Атомных Станций Было Принято Если Меня Память Не Изменяет В 85 Году Принято Чернобыля Что Нет Как раз После Чернобыля В 87 То есть Там Было У них Коалиционное Правительство Где Были В том числе Зеленые И Зеленые Пролоббировали Решение О закрытии Потом У них Сменилось Правительство Пришли ХДС ХСС Посчитали Во что Им это Выльется И потихоньку Спустили Это На тормозах А чтобы Продать Это Избирателю Они сказали А мы Обложим Атомные Станции Налогом На зеленую Энергетику И Образуем Фонд То есть Каждый Проданный Киловатт Атомной Энергии Будет Отчислять Там Несколько Центов Фонд Зеленой Энергетики Из которого Будет Субсидироваться Зеленая Энергетика Ветер И солнце И собственно Тот прорыв В массовом Внедрении Ветра И солнца Который Из Германии Он Сделан На деньги Атомной Энергетики Вот из этого Фонда Потом Значит Случилось У нас Вкусима И Заявили Будем Закрывать До 23 Года Пока Ничего Не закрыли Вот И продолжаются Деньги От Атомных Киловатт Поступать В Фонд Зеленой Энергетики И оттуда Строятся Ветерики И солнце Да Но ситуация Парадоксальна Потому что На границе Франции Из Германии Французы Будут строить Новые Электростанции Чтобы Обеспечить Немцам Те Самые Энергетики Ну и Самая Еще добавить О том Что например Та же самая Германия Под вот эту Сурдинку Увеличивает Закупки Американского Дешевого Угля Который Подешевел Из-за Появления На рынке Сланцевой Нефти И газа А вместе С тем Как вот С чего мы Начинали Два часа Назад Нашу Дискуссию Ведь Угольная Станция Это же Не только Сажа Не только Безопирен Это в том числе И те же Радиоактивные Вещества Потому что В угле Они содержатся В естественном Состоянии Но их Почему-то Предпочитают Не замечать Атомные Станции Которые Зачастую Самые чистые Места Во всей Округе Потому что Там постоянно Контролируют Дозиметры Везде стоят Вот они Пугают Я Последнее Хотел добавить Что в самом деле То что В мире Различные Гранты Евросоюз Хорайзен 20 и так далее То что Альтернативная Энергия Выделяет Особые Внимание Это огромное Это несколько Миллиардов В течение Пяти лет И очень Фундаментальная Работа Именно В научном Плане Альтернативной Математики То есть В этой модели И так далее Фундаментальный Результат Уже есть Есть Это в том числе Пиамаса Подземные Обычные Приливные Да Это подземные ТБО Тверд Тверд когда он упадет, и будет ядерный взрыв. Здесь есть некое смешение двух разных вещей. То есть, есть именно ракетные двигатели, ядерные ракетные двигатели, которые описаны в рассказах Станисова Лема очень подробно, над которыми в 60-е годы работал Советский Союз США, над которыми сейчас в России продолжают работать, то есть, ядерная энергетическая установка для космического корабля, мегаваттного класса. То есть, этот проект есть, он развивается, и в ближайшие годы появятся уже экспериментальные установки. Но пока это все не летает в космосе. В космосе на ряде спутников, прежде всего военных, были установлены в свое время источники энергии. То есть, такие маленькие генераторы, да? Ну, там не сказать, просто источники радиоактивных изотопов. То есть, там стоят нестабильные радиоактивные изотопы, которые распадаются. То есть, это не та реакция ядерная, которая происходит, реакция деления в атомном реакторе. Просто стабильные изотопы – это изотопные источники энергии. Они стояли, на самом деле, не только на военных спутниках, они еще в ряде других военных систем находились. Был случай лет 10 назад, когда один такой военный спутник упал где-то в Канаде, и там произошло радиоактивное загрязнение территории. А спутник чей был? Советский. Но, собственно, со времен, по-моему, Горбачева подобные вещи перестали. Перестал Советский Союз, а потом Россия. Перестали вводить на орбиту. То есть, вопрос энергоснабжения, в том числе, военных спутников. Ну, в связи с тем, что произошло просто взрывное развитие микроэлектроники, и для энергообеспечения спутника уже не нужны такие объемы энергии, которые требовались тогда, когда была другая электроника. И поэтому сейчас нет нужды на спутниках ставить такие радиоизотопные источники. Эти радиоизотопные источники, если на что-то и устанавливаются, то только на зонды, которые запускаются в дальний космос. Ну, там, типа, проекта Кассини. Новые горизонты, которые прижимают... Да, которые улетают за пределы Солнечной системы. При осете по маршу катаются. Да, да, да. То есть, это то, что ни при каких... Это то, что не вернется. Да, то, что уходит за пределы орбиты Земли и никогда на Землю не вернется. То есть, те аппараты, которые улетают далеко от Солнца, там, где нет достаточного мощности потока энергии от Солнца, что нельзя на солнечных батареях делать, поэтому... Там еще очень важна масса. Да, и там очень важна масса. Эти источники могут быть достаточно легкими, они работают там до 30 лет, дают стабильное энергоснабжение. Вот что касается Вселенной, опять мы заговорили о космических кораблях, которые, в том числе, и зонды, которые выходят за пределы Солнечной системы. Насчет бесконечности. Вот существует несколько, опять же, теорий в отношении Вселенной, что она из себя представляет. Есть мнение, что это некая закрытая сфера. Есть мнение, что она вообще бесконечна. Но вот вообще бесконечность – это что в понимании физиков, химиков и ученых? И математиков, кстати. Бесконечность, как бесконечность, это, прежде всего, математическая абстракция. Потом нужно понять, как эта математическая абстракция соотносится с реальностью. Ну, я надеюсь, что вот четкой там ответить там. Ну, вот есть, конечно, вот обращайте внимание, вот такое слово есть – счетное число. Счетный, счет. Вот слово «шот» – это на английском «ниче» равно, там, да, «ниче», натуральные, натуральные числа. Смотрите, естественные числа по-другому. Естественные числа, потому что человеческого, вот такой, первым начинал, там, считать себя, своих, ну, членов общества, или как это называется, там, да, там… Ну, это арифмическое. Да, арифмическое, один, два, три, вот это и есть, там, натуральные числа. А давайте, а сколько там их? Один, два, три, четыре. Ну, хорошо, вот это математический один символ, там, ну, разных народов по-разному, там, обозначали. Ну, вот мы, которые там знаем. Один, два, три, четыре – это всего лишь обозначение, да. А потом, а их концы там есть. Вот мы говорим, что если что-то можно пронумеровать, но не является натуральным числом, да, натуральным числом с единицы начинается, один, два, три, четыре и так далее, так далее, если вот что-нибудь в мире, вот столько же, вот можно вот по медальону, или как отметить, один, два, три, их конца нет. Вот это называется бесконечностью. То есть, это символ, который перевёрнутый восьмёрка, это обозначение, ну, я теперь математическое, множество натуральных, естественных чисел. Ещё раз, один, два, три, четыре – это вот естественные числа. Но ведь есть начало, единица – это ноль, это начало. Ноль не начало, единица – начало. Ноль не является натуральным числом. Итак, один – это единица, два, три, четыре, пять и так далее. Вот и так далее мы говорим. Если вот обрывать, то это конечное число. А вот если это продолжение, ну, после десяти ещё есть, после двадцати ещё есть, после миллиона, вот чтобы там понятно было, их обозначает перевёрнутый вот этот восьмёрка, то есть бесконечный. Это обозначение мощности множества. Мощность множества – это количество элементов. Теперь, вот мы говорим, когда говорим бесконечно, но математика, вот этот символ, который, ну, сразу в голове там вспоминаем, этот символ – это всего лишь столько же, сколько натуральных чисел означает. А что? Этот самый большой вот такой бесконечный, ну, который конца нет. Нет, это мизерный. Вот. Этот, поэтому вот вам ингредиент. Я, наверное, тоже могу продолжить. Ещё не сконтиниум мощности. Да-да-да. Ну, во-первых, я хотел заметить о такой вещи, что вот именно чисто с философской точки зрения бесконечности можно рассматривать с двух типа сторон. Как потенциальную бесконечность, это как способность последовательно делать что-то без конца. Это приближение. И как актуальную бесконечность, как бесконечность, которая существует вот прямо сейчас, и мы вот целиком соглашаемся с тем, что чего-то, ну, типа, бесконечное число. И вот, ну, типа, то, о чём говорил Шариф, это бесконечность самая простая. Ну, типа, самая простая из существующих бесконечностей, это бесконечность, которая ассоциирована с нашими обычными числами, которыми мы действительно пользуемся. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, и так далее. Ну, здесь вот важно сказать, что именно и так далее. Но если, допустим, ну, мы, как бы, сами числа, кстати, о числах, мы ведь можем их использовать и используем в двух совершенно различных назначениях. Хотя мы об этом, как люди, вот в БТУ мы не задумываемся, а числа имеют два характера. Один характер. Есть ординальные и кардинальные числа. Ординальные – это числа, использующиеся для указания порядка. Первый, второй, третий, четвёртый. А есть ведь ещё один, два, три. Это числа, которые используются для обозначения количества. И любые количества, с которыми мы имеем отношение, ну, с которыми мы имеем дело, вот, например, три стакана, там, типа, или там, там, шесть участников, это числа именно кардинальные. А числа, которые обозначают вот то, о чём Шарик говорил, здесь и сейчас мощность множеств. Не шестой по порядку, а шесть, там, типа, шесть человек вместе сидит. Как другую числа, говори. И для конечных множеств, вот нас конечное количество людей сейчас в студии сидит. Эти числа, вот, если мы захотим спросить, вот, там сидят ваши коллеги, там, типа, три, допустим, три человека. Вот, кого больше, нас здесь или других, там, типа, людей, которые, вот, там, типа, трое коллег, допустим, сидит. Для сравнения таких, вот, типа, двух чисел, ну, как бы, двух множеств, мы можем использовать наши обычные числа. Вот, шесть больше, чем три. А вот, ну, типа, представьте себе такой более хитрый вопрос. Например, если я задам вопрос, а чего больше? Просто обычных натуральных чисел, один, два, три, четыре, пять, или чётных чисел? Два, четыре, шесть, восемь. С одной стороны, кажется, что... Ну, натурально-то больше, кажется, абсолютно нет. Оба одинаково, равны. А вот Кантер как раз, ну, типа, основатель теории множеств, он задумался, значит, над тем, что нужно каким-то образом ввести вот эти понятия. Ну, не в этом, это в Кантере, до Кантера там было. Это просто они равны. Ну, другое там дело, это, ну, термило, Кантера-цермило. Это другое, ну, тогда, чтобы слушать вам интересно было. Я попрошу нашего звукорежиссёра параллельно. Вы, профессор, рассказывайте, а звукорежиссёр наберёт нам номер телефона Александра Буфетова, директора исследований Национального центра научных исследований во Франции и профессора факультета математики Высшей школы экономики в России. Вот спросим у него. У нас, правда, очень мало времени остаётся. К сожалению, бесконечность. Например, вот очень хороший пример, там, вот чётные числа, там, 2-4, вроде, там, отпадает из этого множество 1, нечётные числа, да, то это действительно, вот, не только это абстрактное, это равное, потому что конца нет. Если бы вот конец, там, множество ограниченное было, то с количеством числа элементов, да, как понятно. Но ещё есть, теперь вот такое понятие, как сплошная среда, это как наука в физике, там, ну, и так далее. А вот давайте посмотрим, что это, натуральное число, это всё, или вот это другие, там, ну, количество чего-то, там, полтора килограмма, и так далее. Но ещё это, ну, действительное число. А давайте посмотрим, их сколько. Вот. Вот как раз мы сюда переходим к, вот отсюда, если вот такой вопрос задавать, переходим к сплошной среде. Да, это означает, что между, я думаю, дедыкентом, да, между любыми двумя числами обязательно ещё одно число, что есть в слове. Это приводит нас к континиум мощности. То есть ещё одно бесконечное здесь называется континиум. У нас на прямой телефонной связи профессор факультета математики высшей школы экономики России, а также директор исследований Национального центра научных исследований во Франции Александр Буфетов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. У нас возникла дискуссия о том, что такое бесконечность с точки зрения математики. Вот, может быть, вы можете нам, если не дать ответа, по крайней мере, порассуждать, высказать своё мнение о том, что же такое бесконечность. Есть ли у вас ответ на этот вопрос? Вы знаете, об этом можно говорить гораздо больше, чем у вас есть эфирного времени. К сожалению, оно не бесконечно, да, мы пришли к выводу. Вот, да, да, да. Нужно, чтобы говорить о бесконечности, было бы желательно бесконечное эфирное время. Дело в том, что проблема бесконечного в математике имеет очень драматичную историю, и очень долго математики боялись рассматривать бесконечность, актуальную бесконечность, потому что, может быть, из-за слишком большого авторитета Аристотеля, который как-то призывал не рассматривать именно бесконечность, и начал рассматривать бесконечность в математике Георг Кантор. Его работы очень драматически пробивали себя дорогу. Митак Лефлер отказался печатать одну из его работ. А даже во второй половине XX века Лев Семёнович Пантрягин отказался печатать собрание сочинений Кантора. Толмогоров и Александров внесли предложение издать на русском языке о собрании сочинений Кантора, и академик Пантрягин отказался это делать, зарубил этот проект. Так или иначе, сейчас, после этой драматической истории, сейчас вопрос, можно сказать, особенно не стоит. В математике теория множеств и бесконечных множеств аксиматизирована, построена аксиматика усилиями математика Цермела и Фрэнкеля. Она так и называется аксиматика Цермела-Фрэнкеля. И бесконечные математики... Понимаете, мы можем точно так же с вами до утра говорить о том, что такое число 2. Я бы сказал про дозу, что на фатрасе. Это самое, что 2 апельсина. Но бесконечные математики оперируют так же свободно, как с числом 2. Она задается какими-то аксиомами, и математики с ней работают совершенно... ни в чем не сомневаюсь. Спасибо вам за комментарии. Александр Буфетов был на прямой телефонной связи с нашей студией, профессор факультета математики высшей школы экономики российской, а также директор исследований Национального центра научных исследований во Франции. К сожалению, у нас очень мало времени было, чтобы поговорить с ним более подробно. Вот действительно чувствую, жаль, что пришлось прервать, но время, как мы говорили, время – это тоже не бесконечно в нашем эфире. Ну что ж, подвести итог хотелось бы нашей дискуссии. Многое еще не успели обсудить, что хотелось бы. Это и черные дыры, и крылья щеновы, и квантовая физика, и квантовая механика. Я думаю, что мы будем продолжать делать подобные эфиры, будем встречаться снова и обсуждать темы, которые, как мне кажется, интересны не только таким, как я, а я вот подчеркну, что я единственный здесь гуманитарий среди тех людей, которые пришли, и даже Костя Рангсон тоже... Геофизик. Да, он тоже физик, да. Но, тем не менее, для таких, как я, мне было очень интересно. Я, признаюсь честно, выскажу свой субъективный взгляд на прошедший эфир. Спасибо нашим гостям. Я напомню, что в течение двух часов в студии вместе с нами работали профессор, доктор физико-математических наук Шариф Гусейнов, химик, квантовый химик Дмитрий Бочаров, специалист в области математики, компьютерных наук и вычислительных систем Анатолий Ресин. Также у нас в студии был бывший руководитель программы дирекции капитального строительства госкорпорации Росатом, тоже физик-ядерщик Сергей Бояркин. Спасибо вам всем, что пришли. А по телефону в нашей студии сегодня звучали интервью с академиком Соломоном Герштейном, близким другом Льва Ландау и Нильса Бора, а также с исследователем Ланкастерского университета Сергеем Кафановым. И в завершение программы выходило еще интервью с такой короткий комментарий с Александром Буфетовым, тоже математиком, которого я недавно подробно представил. Это был эфир, посвященный развитию науки. Будем встречаться снова. Спасибо вам всем большое. Всего доброго. Спасибо.